Тувинское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольца-волонтёры-медики открыто на базе Республиканского медицинского колледжа в 2017 году. На данный момент насчитывается 70 активистов. Их миссия – оказать широкую помощь в сфере здравоохранения и возродить традицию милосердия. Надежда Двояткина, студентка этого учебного заведения, со второго курса присоединилась к волонтёрству и уже работает в онкологическом диспансере, ежедневно оказывая помощь персоналу, а также больным. Что меня подвигло стать волонтёрами, заниматься этой деятельностью? Был один случай. У наших знакомых произошло возгорание дома. И тогда им нужно было оказывать не только денежную компенсацию, но и психологическую помощь. И именно после этого момента я решила стать в ряды волонтёров, помогать людям не только как-то физически, но и морально. В штабе ежегодно проводятся презентации, в которых активисты рассказывают, как вступить в ряды волонтёров. Также в здании имеется специальная комната. Это наша комната отдыха, у нас ещё есть штаб. Мы собираемся здесь, проводим прекрасное время, играем в игры, читаем книжки. Вот разные у нас книжки есть, также делаем домашние задания. То есть мы собираемся и проводим классное время. Также вот играем на гитаре. А в целом у нас играем в нашу настольную игру волонтёров-медиков. Игра у нас в целом про факторы риска, профилактику заболеваний различных. И также вопросы от врачей, на которые отвечают наши ребята. И информация про диспансеризацию разную. Глава ТУВИ Владислав Ховалых пригласил в региональное правительство волонтёров-медиков, чтобы узнать об их буднях и лично поздравить с праздником. В дружеской беседе активисты рассказали руководителю региона о своих целях и почему выбрали этот путь. Что могу сказать? Вы очень добрые, хорошим воспитанием, хороших людей. Открытым сердцем, действительно, искренне от души хотите помочь людям, чтобы они долго жили, хорошо жили. Правильно? Вот наша главная задача вообще власти и всех. Волонтёры-медики за пять лет своей работой оказали огромную поддержку землякам. Они круглосуточно помогали не только во времена ковида, но и в поисковых операциях. В будущем ребята планируют также помогать людям, но уже при республиканских больницах, оберегая здоровье граждан.